Сегодня рано утром в Петербурге беспилотник упал на жилой дом. Пока неизвестно, был ли он сбит ПВО, как обычно власти и Минобороны не сообщают подробности и хранят молчание. Возникает вопрос, почему беспилотники сбивают над жилыми районами, неужели его нельзя засечь в небе за городом. Сейчас стало известно, что к медикам после взрыва в Петербурге обратились 6 человек, одна женщина госпитализирована об этом, сообщил Комитет здравоохранения. 92-летняя женщина госпитализирована в больницу из-за испытанного стресса на фоне взрыва в жилом доме в Петербурге. Погибших в результате ЧП нет. На месте продолжают работать экстренные службы. Около 100 жильцов после случившегося эвакуировали. Власти изучают обстоятельства ЧП на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы, сообщил губернатор. Он заявил, что одна из приоритетных задач – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям. У некоторых жителей дома на Пискаревском серьезно пострадали машины и они были запаркованы возле пятиэтажки. У самой близко стоящей к эпицентру взрыва иномарки выбило лобовое и два передних стекла. Другой очевидец сообщил, что в момент удара свалился с кровати. Для эвакуированных жильцов неподалеку открыли садик там можно погреться, пока не пускают в квартиры. Работы продолжаются, дом осматривают на повреждения. Местные рассказывают, что сперва услышали взрыв и сработавшие сигнализации на машинах даже в дальних дворах. Сила ударной волны тряханула дом напротив, жители почувствовали это в своих квартирах. Женщина не понимала, что происходит, пока о прилете ей не сообщил сын. Тогда они вышли на улицу оценить масштабы взрыва.